872 дня осады и почти 660 тысяч погибших. Это итоги одной из самых жестоких страниц в истории Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда. Память жертв сегодня почтили на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Там прошла траурная церемония возложения цветов. Нахид Бабаев расскажет подробнее. Несмотря на дождь, сегодня на Пискаревское мемориальное кладбище пришли тысячи человек. В одной колонне как обычные горожане, так и руководство города. Общественные деятели, спортсмены, артисты. Из Москвы приехали депутаты Государственной думы и руководители федеральных ведомств. В том числе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Безусловно, здесь и ветераны, участники битвы за Ленинград и жители блокадного города. Их с каждым годом, к сожалению, становится меньше. Сейчас в Петербурге 78 тысяч ветеранов. И многим просто тяжело сюда приходить. Ветераны – это вообще стержень духовно-нравственное наше общество. Они реальные носители исторической памяти и реальные носители боевых и трудовых традиций. И наша задача – передавать вот эти традиции, дань уважения, почета и чести к тем ветеранам, к тем участникам Великой Отечественной, которые принесли нам эту долгожданную победу. Люди возлагали цветы и венки не только к монументу Мать-Родина, но и к отдельным братским могилам. Для многих петербуржцев, ленинградцев это и мемориал, и личное место памяти. У многих здесь похоронены родные. Я своего отца не знала. Он, сказать, погиб при обороне. Он похоронен здесь, на Пискаревском кладбище, в книге памяти. И то я узнала тогда, когда мама умерла, и меня послали из большого дома сюда выяснить. Потому что было известно, что он пропал без вести, как бы. Пискаревское мемориальное кладбище – одно из самых крупных захоронений Второй мировой войны. Здесь покоятся около 400 тысяч жителей блокадного Ленинграда и 50 тысяч военнослужащих. Нахид Бабаев, Александр Бердеев, МИР24.